Семьферополь 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 Алексей Люкаев уточнил, на следующий год может перейти финансирование объектов реконструкции водно-хозяйственного комплекса. При этом научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы начинают выполняться уже в этом году. Урезать и сокращать финансирование программы правительство страны не будет. Странительство водозаборов, там будет этапность, видимо, предусмотрена и, возможно, по некоторым другим тоже позиции. А до конца этого года Крым получит всю сумму в рамках ФЦП? Как я уже сказал, есть беспокойство по части строительства монтажных работ и эта часть денег, возможно, с высокой степени вероятности придет на 2016 год. У нас, например, большая программа строительства автодорог. У нас большая программа к культурному наследию. Это и Херсонес, и Музей обороны. У нас большая программа образовательная. Крымский федеральный университет, Севастопольский федеральный университет, Артек. У нас порты и строительство судов. Поэтому я не могу сказать о том, что что-то в более приоритетном порядке, чем остальные. Это все наши приоритеты. Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя была окончательно утверждена в июне, размер на 5 лет, 708 миллиардов рублей. Она направлена на модернизацию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры региона. После упразднения Минкрыма куратором стало Минэкономразвитие. Именно с ликвидацией ведомства связывают задержку отправки первых средств. Заключительная стадия – это подписание соглашений. Часть соглашений по мероприятиям Федеральной целевой программы уже подписана. И соответствующие лимиты бюджетных обязательств будут до нас доведены. Часть соглашений уже откорректирована. То есть мероприятия откорректированы, которые нуждались в корректуре. И они будут подписаны до 16-го числа. В связи с передачей музеев на федеральный уровень, а у нас была проблема, что передавались объекты, но не территории. И в соответствии с поручением президента Российской Федерации мы передали территорию. И поэтому нуждается корректура программы. Дальше по линии Минкультуры в том числе мы дополнительно решили и подпишем соглашение, что до конца года у нас будет освоение и вышли не в те деньги, которые уходят на федеральный уровень. Остальные будут доведены до нас. Дальше это касается изменений в техническое задание по онкоцентру нашему и по многофициальному центру. То есть детская больница с оперонатальным центром. К соглашению подписанным мы ждем лимиты бюджетных обязательств. То есть это называется финансирование. И бюджетные средства должны поступить на счета казначейства. Касательно Севастополя и развития транспортной инфраструктуры стало известно. Министерство обороны после долгих согласований наконец-то разрешило использовать аэродром Бельбек для приема гражданской авиации. Вчера в 23 часа пришло все-таки после наших там совещаний и наших обращений, моих обращений в правительство Российской Федерации пришло окончательное решение Минобороны, где прописано развитие гражданского сектора. Поэтому будем развивать гражданский сектор. Первое, это строительство аэровокзала, это строительство перрона. Тот перрон, который мы получили, все-таки согласовали его использование. Дальше установка аэронавигации. Сегодня представители аэронавигации были. В письме прописано четко развитие гражданского сектора авиации. И потенциальные инвесторы есть, в том числе и сумма, которая была заморожена в федеральной целевой программе, потому что там авиационный полк стоит и были определенные сложности. Сегодня это, скажем так, это препятствие снято. Сегодня аэропорт Бельбек может использоваться как взлетная площадка для приема коммерческих и чартерных рейсов и бизнес-авиаций. А с последующим движением вперед, я думаю, рейсовое сообщение будет организовано.